Узнать спустя 75 лет судьбу пропавшего без вести родственника, жительнице Отрадно удалось выяснить, как погиб дядя ее отца благодаря патриотическому онлайн-марафону «Внутри истории». От дяди не осталось фотографий, только краткая выписка из немецкого лагеря военнопленных. Я решила вот к таким образом подойти, что найти какую-то информацию о пропавшем своем родственнике, и, собственно говоря, меня этот марафон смотивировал для того, чтобы найти информацию. Я выяснила, что он попал в немецкий плен, его увезли в Германию, и там, собственно говоря, в плену он погиб. Я сообщила об этом своему папе, дяде, конечно-то, что-то с чем-то было. Потому что через столько лет узнать правду, самой прям мурашки по коже, когда я все это смотрела, очень, очень волнительно, конечно. Участникам онлайн-марафона «Внутри истории», посвященного 75-летию Победы, нужно выполнить несколько заданий. Опубликовать пост о своих родственниках, которые воевали или трудились в тылу. Рассказать о местах Самарской области, которые связаны с этим периодом, любимых книгах и фильмах о войне, прочитать стихи. Сначала акция задумывалась как серия спектаклей и выставок на тему Великой Отечественной – визитов к ветеранам. Они должны были пройти в разных муниципальных районах области. Организаторы успели ее провести в Сыздорне, Октябрьске, Шигонском районе. Но из-за пандемии коронавируса акцию пришлось перенести в соцсети. Концепция того, что все-таки в те 75-летия, чтобы жители губернии, молодежь в частности, могла больше углубиться в различные исторические факты. И не только посмотреть, но и рассказать, скажем так, через социальные сети своим одноклассникам, друзьям, товарищам. К акции присоединяются жители Самарской области и других регионов России. Марафон продлится до 30 апреля. Чтобы поучаствовать в нем, нужно выложить пост на одну из заданных тем с хэштегом «Внутри истории». Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.